первый молодец из ларца банк вопросов первые встречи с кинг-конгом платформы мудл у новичков вызывают ужас возможно тот кто обучает выглядит поначалу вот так сейчас мы посмотрим работу с банком вопросов и потом сами ответим на вопрос насколько это страшно вполне возможно и лицо того кто обучает изменится действительно если посмотреть курс в мудл глазами того кто обучает то где быстро найти банк вопросов удается не сразу интуиция должна подсказать это блок-тостройки в нем виден банк вопросов после двух-трех раз тот обучает будет находить его моментально дальше опять заминка с чего начать с вопросов или категории которых эти вопросы будут тут потребуется также небольшая логика надо начать создание категорий в которых будут располагаться вопросы сколько тем и вопросов будут изучаться и оцениваться столько категорий и подкатегории нужно будет создать как эту логику применить в мудл оказывается тоже очень просто откройте ссылку категории и увидите предложение создать в родительской категории курса поле названия и нажмите кнопку добавить категорию вот как это делается и так в поле названия пишите название тема 2 и нажмите кнопку добавить категорию категория добавлена аналогично добавьте остальные темы как категории отлично как все просто экспорт импорт пропустим но скажу что эта опция полезна для обмена тестами с коллегами возможно вы обратили внимание на иконки возле каждой категории я не могу не сказать об иконках пару слов каждая иконка позволяет что-то сделать с каждой категории например редактирование вопросов позволяет изменить название категории перемещение категории позволяет создавать сложную структуру первая ссылка в банке вопросов называется вопросы кликнув по ней можно выбрать категорию нажать на кнопку создать новый вопрос посмотрим как это делается рассмотрим как создать вопрос в банке вопросов откройте управление курсом ссылку вопросы выберите категорию из созданных ранее и все нажать создать вопрос и снова мудр поражает того кто обучает обилием типов вопросов но при создании теста в большинстве случаев достаточно усвоить два типа остальные можно освоить самостоятельно если потребуется выберите первый тип множественный выбор это самый частый в использовании тип вот как он обычно выглядит это вариант выбора одного единства ответа но есть вариант выбора нескольких ответов мы все это изучим чуть позже надо запомнить что в любом типе вопроса надо вначале записать название вопроса и текст вопроса стоит обратить внимание что мудр старается каждую настройку обозначать максимально понятно там где это возможно имеются подсказки на русском языке очень будет полезно знать что в редакторе текста вопроса можно отформатировать текст вставить видео и графику это будет здорово название вопроса показывается видео или графика которая помогает пониманию тестового вопроса модул нам предлагает балл по умолчанию равным единице но дает возможность установить любое значение за правильный ответ на вопрос в зависимости от вашего понимания и вашего замысла ниже мы увидим следующее содержимое общий отзыв к вопросу лично я оставляю его всегда пустым у меня не хватает фантазии на то чтобы тут что-то написать это то что увидит обучаемый независимо от результата например такой текст этот вопрос крайне важен для ремонта чайника немного банально но поле такое есть это хорошо одни нам да также пропускаем даже справка говорит о том что обычно это поле не используется интуитивно понятно про один или несколько ответов выбирая или только один ответ или допускается несколько ответов мы понимаем в чем тут смысл случайный порядок ответов по умолчанию до решайте сами очень редко но порядок должен оставаться неизменным без перемешивания думаю это правильно вот здесь дело вкуса но не логики нумеровать варианты ответов лично я всегда выбираю не нумеровать так как это избыточная информация но вы решайте сами как вам нравится по крайней мере не удивляйтесь откуда в тесте появятся литеры перед каждым вариантом ответа и вот наконец видим главный блок ответы в нем вариант ответа 1 это то что увидит обучаемый вопросе и длинное поле для ввода варианта ответа и тут также можно включать графику также можете от отформатировать текст в редакторе самое сложное это оценка если это поймете значит считайте что первый молодец из ларца у вас уже есть вначале рассмотрим правила указания правильных ответов дело в том что если сумма правильных ответов не будет равна 100 процентам то мудал такой вопрос не сохранит но покажет красным цветом то что нужно исправить видите как мудл старается нам помочь тут есть два варианта выставить 100 процентов для правильного ответа в случае если вопросе один правильный вариант ответа или выставить за каждый верный ответ по 50 процентов если верных ответов 2 или 25 процентов если верных ответов 4 или 33 и 333 тысячных если верных ответа 3 и так далее что касается неверных ответов то тут тоже два варианта За все верные ответы ставить «пусто». За каждый неверный ответ ставить произвольное минусовое значение. Чем жестче ваша требовательность, тем сильнее штраф. Хотите быть либералом – ставьте «пусто». Выбирайте сами, что вам важнее – обученность или приятность отношений. Красный диплом и синее лицо или наоборот. А вот про комментарии за верные и неверные ответы можно точно сказать. Это средство психологической поддержки. Тут можно и похвалить, и поругать. Но опять Moodle приходит на помощь. Если ничего не писать в комментариях, то он сам поставит свой. Верное или неверное, или ваш ответ частично верный за каждый вариант ответа. Ниже вариантов ответов есть раздел «Комбинированный отзыв». Это необязательные поля, их смысл очевиден. Следующая группа – несколько попыток. Эта группа применяется только в том случае, если в настройках теста используется интерактивный режим с несколькими попытками или адаптивный режим. Эти настройки рассматриваются позже. Их смысл в том, чтобы обучаемый, не завершив тест, целиком получает возможность проверить ответ на свой вопрос. И за эту возможность назначается штраф. Его размер вы можете назначать сами. Например, если правильный ответ назначен на 3 балла, а студент ответил только со второй попытки, то он получит только 2 балла. А если правильно ответит с третьей попытки, то получит 1 балл. Предпоследняя группа настроек называется не по-русски «Теги». Тег или по-русски «Метки» нужны лишь для поиска. Например, какие вопросы кто готовил по какому-то признаку. Я сам теги не применяю и, скорее всего, вы тоже не скоро будете применять. Это значит, что не все, что есть в Voodle, нужно применять обязательно, моментально. Кое-что нужно пропускать. Последняя группа вручную не применяется. Здесь видно, кто создал и кто редактировал тест. Это важно, если в курсе не один автор. Если нажать на кнопку «Сохранить изменения» и продолжить редактирование, то можно увидеть ссылку «Предварительный просмотр». В этом случае можно увидеть, как выглядит тест. Я всегда так себя проверяю. Или нажмите на кнопку «Сохранить тест». В этом случае вы увидите все свои вопросы в банке вопросов. О чем говорят эти пиктограммки, отмеченные стрелками? Они очень полезны. Первое показывает тип. Это теги. Это шестеренки. Редактирование теста. Это дублирование. Это предварительный просмотр. Это удаление вопроса. Я, например, всегда, когда создаю первые несколько вопросов одного типа, нажимаю по лупе и проверяю, как я сделал тест. Еще люблю дублировать вопрос. Если они похожи, это значительно сокращает время. Каждый вопрос можно удалить или переместить в другую категорию. Для этого надо его вначале отметить галочкой. Чтобы отметить все вопросы для переноса, можно нажать по галочке возле слова «Тип». Кроме того, все вопросы можно сортировать по названию, дате создания и последним изменениям. Следующий тип вопроса. На соответствие. Название вопроса, текст вопроса, общий отзыв и балл по умолчанию, комбинированный отзыв, несколько попыток и теги. Вы уже знаете. А дальше немножко не очевидно. Надо просто запомнить. В поле «Вопрос 1» вы пишете длинное определение. В поле «Ответ» пишите его термин. Для того, чтобы заставить обучаемого думать, добавьте несколько неправильных ответов без определения. И тогда после сохранения слева будет определение, а справа варианты терминов. Прекрасное задание на знание терминов. И совершенно не сложно. Вполне возможно, что тот, кто обучает, мог бы выглядеть сейчас вот так. Другие типы вопросов я не даю специально. Но их можно освоить самостоятельно. Главное, чтобы эти два типа вы знали на зубок. Домашнее задание. Пройти тест по кнопке «Начать тестирование» ниже 5 минут. После прохождения теста в своем собственном тренинговом курсе создать банк вопросов с одной категорией и пятью вопросами двух типов. Множественный выбор – три вопроса и на соответствие два вопроса. Время на выполнение – 10 минут. Ссылку на свой курс разместить здесь, в ДЗ-1. Мой банк вопросов. Для создания своего собственного тренингового курса нужно подать заявку для администратора сайта. От него вам придет письмо о выполнении заявки. Писать можно во вкладке «Помощь». Продолжение следует... Продолжение следует...